Последние несколько лет в сети разгораются жаркие споры о том, нужна ли быстрая память игровому ПК. В случае с процессорами AMD Ryzen все понятно. Там внутренняя шина напрямую зависит от частоты ОЗУ, так что чем больше последней, тем быстрее передаются данные между кластерами ядер и тем быстрее работает CPU. Но в случае с Intel такого нет. Кольцевая шина этих процессоров не зависит от частоты ОЗУ. К тому же большая часть игровых ноутбуков работает на медленной памяти с частотой 2400-2666 МГц без каких-либо проблем в играх. Как и многие относительно старые топовые Core i7, которые вообще пашут вместе с DDR3 на частоте 1600 МГц и в ус не дуют. Чтобы этот обзор был максимально полезен обоим лагерям, мы расскажем, так ли нужна быстрая память для современного игрового ПК на процессоре Intel, нужно ли так внимательно обращать внимание на тайминги и сколько оперативной памяти нужна современному ПК для игр и работы. Посмотрим, так ли нужны низкие тайминги и как FPS в тяжелых играх зависит от частоты ОЗУ. В этом видео мы будем рассматривать реальную игровую систему с реальными настройками графики. Иными словами, не будет никаких тестов в HD с минимальным пресетом, чтобы максимально загрузить процессор. Все игровые бенчмарки прогонялись в народном разрешении 1920 на 1080 на максимальных настройках, чтобы упор был именно в видеокарту. В противном случае, если упор идет в процессор, низкий FPS будет еще терпимой проблемой. Вы, скорее всего, будете получать фрезы и неподгруженные текстуры. Но мы все же рассматриваем реальные игровые условия. Также мы рассматриваем ситуацию, когда видеокарте хватает собственной памяти. В противном случае, вы опять же можете столкнуться с проблемами производительности в играх. И быстрая ОЗУ едва ли вас спасет, потому что она все еще чуть ли не на порядок медленнее в видеопамяти. Перейдем к тестовой системе. Процессором выступил инженерный Core i9-9900K в разгоне до 4,8 ГГц, который точно не станет бутылочным горлышком в системе. Видеокарта топ предыдущего поколения, NVIDIA GTX 1080 Ti. Ну и главный компонент это 32 ГБ ОЗУ DDR4 3400 МГц с таймингами 16, 18, 18, 36. Четырьмя плашками по 8 ГБ. Все игры и система запускались с быстрых NVMe SSD. А прежде чем начать тесты, хочу сказать, что спонсором этого видео является игра Raid Shadow Legends. Используйте ссылки в описании под видео, чтобы скачать Raid на смартфон или ПК. Raid это мобильная пошаговая коллекционная RPG, в которой вы можете собрать команду из различных чемпионов, прокачивать их скиллы и артефакты, чтобы сделать их сильнее, а затем ввести их на битвы с различными боссами и другими игроками. В игре потрясающая графика, детальная детализация и мощный актив. Более 10 миллионов геймеров уже присоединились к игре. Raid постоянно обновляется. Недавно появилась новая PvP-арена. Вместо одного сражения 4 на 4 вы получаете серию из трех. Тот, кто выигрывает две битвы, побеждает. И за победу начисляются крутые награды. После просмотра ролика переходите в описание, качайте Raid по нашим ссылкам и получите 10 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона Сикача в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. И первое, что мы проверим, что будет, если мы очень сильно увеличим тайминги ОЗУ. Что же это такое? По сути, оперативная память это набор ячеек, которые могут хранить 0 или 1. Однако процессору, чтобы добраться до определенной ячейки, нужен ее точный адрес. Банк памяти, строка и столбец. Тут все очень похоже на реальные адреса. На письме вы должны указать город, улицу, дом и лишь потом только квартиру. При этом процессор очень ответственный почтальон. Он должен точно знать, сколько у него займет по времени обращение к определенной ячейке. И как раз это время и есть тайминг. И всего выделяют 4 основных или первичных, а также из десяток вторичных и нередко под полсотню третичных. Но максимальный вклад в быстродействие памяти дают именно первичные тайминги. Поэтому именно их мы и будем рассматривать. И очевидно, чем тайминги меньше, тем быстрее процессор сможет добираться до нужных ячеек. И тем быстрее он будет работать с ОЗУ. Поэтому выглядит разумным покупать тот же комплект памяти, у которого минимальные задержки на своей частоте. Но так ли сильно тайминги влияют на производительность? Давайте проверим. В моем случае ОЗУ DDR4 на частоте 3400 МГц работало на неплохих таймингах 16, 18, 18, 36. Давайте сильно их завысим до 20, 22, 22, 60 и посмотрим, как это сказалось на быстродействии памяти. Тут нужно понимать, что ОЗУ с настолько высокими таймингами, с такой частотой вы в продаже не найдете. То есть мы рассматриваем случай даже хуже крайнего. Итак, тест памяти кэша в АИДА64 показал, что при завышении таймингов слегка снизилась скорость копирования и на 10% увеличилась задержка доступа к ОЗУ. Последнее как раз и было ожидаемо, с учетом того, что мы сильно увеличили тайминги, но в общем и целом падение сложно назвать катастрофическим. А как обстоят дела в играх? Посмотрим на Assassin's Creed Odyssey. Эта игра выжимает все соки из системы и неплохо нагружает даже быстрый восьмиядерный процессор. Да и заняла она целых 7 гигабайт ОЗУ. И что же мы видим? Средний FPS не изменился абсолютно. Он около сотни. Ладно, а как себя поведет игра World War Z на API Vulcan? Он низкоуровневый и в теории может лучше работать с железом. Но и здесь разницы нет. Что с оптимизированными, что с задранными таймингами, FPS непоколебимый составляет 180. Может Far Cry New Dawn картина изменится? Как никак эта игра не очень хорошо оптимизирована под многопоток. И да, разница действительно есть, но ее сложно назвать значительной. Средний FPS при увеличении таймингов снизился со 125 до 122, то есть лишь на 2%. Какой отсюда можно сделать вывод? Даже если поставить откровенно гипертрофированные тайминги, разница в FPS минимальна или ее совсем нет. С учетом того, что продающиеся наборы ОЗУ нередко из коробки уже имеют неплохие тайминги для своей частоты, нет никакого смысла переплачивать за дорогие комплекты с небольшими задержками. Едва ли вы уловите разницу в FPS. И это же в теории касается процессоров AMD Ryzen. Почему так происходит? Да, потому что подавляющее большинство современных и не очень процессоров имеют по 3 или даже 4 уровня кэша. И информация из ОЗУ заранее пишется в кэш, и лишь потом с ней работает CPU. А с учетом того, что кэша третьего уровня много, нередко пару десятков мегабайт, влияние задержек доступа к памяти становится минимальным. Окей, а есть ли вообще смысл в большой частоте ОЗУ? Мы решили проверить три варианта. Первый это DDR4-2133, минимальная пользовательская частота для последнего поколения памяти. Да, вы можете сказать, что большая часть процессоров даже на неразогнанных платах поддерживает частоту хотя бы 2400 МГц, но мы решили пойти по самому минимуму и рассмотреть вариант, когда в компьютере стоит самая дешевая память с Алиэкспресс. Второй вариант это DDR4-2933, именно такую память способны поддерживать современные процессоры Intel 10-го поколения, они же Comet Lake на всех платах даже без разгона. С учетом того, что возможность по оверклокингу у таких процессоров чисто номинальной, и вы от силы получите несколько лишних процентов производительности, возникает вопрос, а есть ли вообще смысл переплачивать за платы на чипсете Z490, раз CPU почти не гонится и остается только разгон памяти? Ну и третий вариант это текущая конфигурация на DDR4-3400. Такая частота доступна подавляющему большинству современных процессоров Intel, даже если это урезанный Core i3, при этом планки на ней стоят вменяемых денег. Во всех случаях были выбраны средние тайминги для каждой из частот, то есть те, которые будут доступны на любых магазинных модулях. Для DDR4-2-133 это 12-14-14-29, для DDR4-2-933 это 15-17-17-35, ну и для DDR4-3-400 это 16-18-18-36. Для начала все тот же тест ОЗУ в AIDA64, тут уже падение скоростей чтения и записи сложно назвать слабым, шутка ли, DDR4-3-400 быстрее стоковывает DDR4-2-133 в полтора раза? А вот задержки увеличились не очень сильно, приблизительно на 20%, сказывается то, что тайминги в обоих случаях были неплохо оптимизированы. Перейдем к тесту в играх и начнем все с той же Assassin's Creed Odyssey. Падение частоты больше чем на 20% с 3400 до 2933 МГц игра просто не заметила, средний FPS не изменился совершенно. А вот на DDR4-2133 игра уже выдала только 93 кадра в секунду, то есть падение производительности составило порядка 5%. World War Z на Вулкане показывает, что он действительно ближе к железу, чем DirectX. Уже на 2933 мы видим падение частоты кадров со 180 до 178, а на 2133 мы получаем только 169 FPS. Иными словами, максимальная потеря кадров составила 7%, ну не так уж и мало. Ну и переходим к Far Cry New Dawn. И вот тут даже переход на DDR4-2933 снижает FPS на пару процентов. А на DDR4-2133 вы уже недосчитаетесь 13 кадров в секунду, что составляет 11%. Достаточно внушительная потеря. Какой можно сделать вывод? DDR4-2133 для игр брать не стоит. Во всех протестированных играх такая память ощутимо снижала итоговый FPS. А вот DDR4-2933 показывает себя на удивление неплохо. Я ожидал, что в тяжелом ассасине будут просадки частоты кадров, но их там не было от слова совсем. Так что Intel не зря выбрала такую частоту, дефолтной для своих псевдо-новых процессоров. Память на ней едва ли будет узким местом в системе. Что же касается объема ОЗУ, совсем недавно популярный зарубежный YouTube канал Linus Tech Tips подтвердил то, о чем мы уже не раз говорили. Объем DDR4 в 4 гигабайта почти не пригоден для использования, так как после простой загрузки Windows 10 половина памяти уже занята. С 8 гигабайтами ОЗУ работать становится куда приятнее. Можно смело запускать 3 ролика в 4К или 27 простых вкладок в Chrome. В играх потребление памяти зависит от конкретного тайтла, но 16 гигабайт можно смело назвать золотой серединой. С 8 гигабайтами ОЗУ тоже жить можно, но при этом файл подкачки используется на 20% от своего объема, так что для дополнительных фоновых процессов неплохо бы обзавестись китом памяти на 16 гигабайт. Дальнейшее наращивание объема оперативной памяти не дает почти никакого эффекта в играх. Этих же 16 гигабайт будет сполна хватать для рендера. 32 гигабайта ОЗУ может понадобиться либо профессионалам, либо если вы любите открывать все и сразу. Более 32 гигабайт может понадобиться художникам и создателям контента, которые держат открытыми сразу же несколько рабочих программ. Ну и глобальный итог. Нет особого смысла гнаться за очень быстрой памятью. Если между DDR4-2933 и DDR4-3400 разницу уже нужно искать под лупой, то уж при переходе на DDR4-4000 вам потребуется микроскоп. А ведь стоит последняя достаточно дорого, и сэкономив на ней, вы вполне можете взять более быструю видеокарту и гарантированно получить прирост производительности в играх. Так что на данный момент имеет смысл остановиться на 8 или лучшее 16 гигабайт памяти с частотой около 3 гигагерц. Причем не нужно дополнительно ужимать тайминги стандартного XMP профиля. Вполне хватит. На связи был МК. Меня зовут Михаил Крошин. Напоминаю, что у нас есть сообщество ВКонтакте, самая крупная активная комьюнити в ВК, посвященная компьютерам. Все ссылки я оставлю в описании. Ну и не забудьте подписаться на канал. До скорых встреч!